Приветствую всех любителей танковых сражений с Fightful Fire! Сегодня я начну сразу с вопроса. Возникала ли у вас когда-нибудь мысль приобрести премтехнику, чтобы сэкономить время прокачки? Наверняка вы об этом задумывались. Но, как и везде, по факту вы покупаете котов в мешке. Ведь по скриншотам и краткому описанию сложно понять, как поведет себя техника в бою. Да, есть игроки, которые по характеристикам уже могут сразу сказать про технику абсолютно всё. Но вот некоторым игрокам всё же приходится делать выбор между одним или другим танком, самолетом, вертолетом или даже кораблем. И они приходят в замешательство, потому что премтехники сейчас много, а что выбрать не всегда понятно. В этом видео я постараюсь вам помочь с нелёгким выбором и рассказать обо всех премтанках шестого ранга. Начнём с того, для чего вы хотите приобрести премтехнику. Если это связано со стремлением открыть для себя новый мир современной техники, без стремления побыстрее открыть другие машины топ-бейера, то я вас расстрою. Покупать для этого пакетный танк без опыта чревато плохими последствиями для вашей команды и личным разочарованием в технике. Какой бы хорошей она ни была, без опыта любой прем становится не более чем очередным фрагом для противника. Потому что игра на шестых и седьмых рангах значительно отличается от первых пяти. Стабилизатор орудия, мощные и точные боеприпасы, динамическая защита, тепловизор и динамика всё это выделяет все эти танки и заставляет играть по-другому. В боях нужно быть очень внимательным и контролировать каждый свой шаг, потому что одно неверное действие, и вы можете уже отправиться в ангар. Броня тут не спасёт. Думаю это понятно многим, но я всё равно должен был уточнить, чтобы вы не стали жертвой маркетинга и не испортили себе настроение игрой на топ ранге. Другой же вопрос, если вы когда-нибудь уже играли на шестом ранге и имеете хоть какое-то представление о тактике и динамике боя. Тогда стоит перейти к основной части обзора, самих танков. Среди примов, да и не только, очень распространена 105-мм пушка L7. В основном у него стандартные характеристики. По перезарядке это 6,7 секунд, какой-нибудь средний ломик и хорошие УВНы. Поэтому из всех примов сразу выделяется Леопард с РХ-120. Это наш сегодняшний фаворит. По скорой стрельности пушка ничем не отличается от Л7, но зато имеет больше урона фломов и шикарное обзонепробитие. Леопард также обладает тепловизором. Конечно, он представлен только у наводчика, и этот теплак первого поколения, значит нам все равно придется вглядываться, чтобы что-то увидеть. Но, тем не менее, это уже плюс. И на значительных картах он гораздо эффективнее, чем обычные ПНВ. Что насчет динамики, то Леопард не быстрее своих конкурентов. Хотя и не такой медленный, как, к примеру, Т-55, Меркова или Шоткаль. Но тут все решает боевой рейтинг. У Леопарда он составляет 9,0, что не позволяет ему попадать таким топом, как Т-82, М1А2, второму челленджеру или Клерку. То есть, в отличие от XM1, который отчасти задевает некоторые топы, мы боим в комфортных условиях. Да, Леопард не обладает броней, что делает его уязвимым, и это его главный недостаток. Но если вы умеете стрелять, хоть немного знаете карты и можете в тактику, то это будет ваш любимый танк. Далее идут все танки СЛ-7. Я сразу выделю самые эффективные. Это японский Type 74G и французский MX-30 Super. Чуть позже я разберу их поподробнее. Сюда еще можно было отнести 105-го Ройк. Это, кнозе своей специфики, техника выделяется своей низкой выживаемостью. Ровно так же, как и шведский преем. Так что, брать ее не советую. А вот что касаемо китайского Т-69, то танк получился медленным. Хотя по защите он выделяется среди остальных, не может в некоторых случаях спасти от неточного попадания. Вот только перезарядка в 7,5 секунд, плохая оптика и медленный поворот башни, все это портит. Но зато у нас есть хороший ломик. Такой танк будет на любителя. Лично мне медленная техника не нравится. Можно просто не успеть выехать с пресс-телла и быстро оказаться в ангаре. А вот самый динамичный танк будет XM-1. Но с ним есть некоторые трудности. Во-первых, он теперь находится на БРе 9.3. Это все произошло после того, как американские танки запланили рандом. Их было настолько много, что они буквально как саранча устремлялись к вражескому респауну, сметая все на своем пути. Пока медленные Т-62 и Т-55 пытались выехать на позицию, XM-1 уже оказывались у них по борту. И после выстрела отправляли их в следующий бой. Но после исправления БРа владельцев XM-1 поубавилось. Потому что это единственный прем, который может попасть к топам на 10.3. Конечно, там не такие еще страшные танки. Но тем не менее, в лоб мы можем их не пробить. А вот они нас пробивают в любую часть корпуса и башни. Второй недостаток это отсутствие какой-либо домовой завесы. Это единственный премтанк, на котором нет домовых гранатометов. Но если вам не страшны танки БРа 10.3, и вы смирились с тем, что уже не уйдете после обстрела, то XM-1 подарит вам бодрый геймплей. По динамике после него сразу идут АМХ-30 Супер и УФ-40. И если француз обладает тепловизором, то итальянцу приходится задействовать обычный ПНВ. В целом, по геймплею оба эти танка между собой похожи. За исключением одной конструктивной особенности. АМХ-30 имеет с собой укладка первой очереди в корме башни. Что при попадании снаряда через маску обеспечивает красивое фаер-шоу. У итальянца же, наоборот, снаряды спрятаны в корпусе. Рядом с механиком-водителем. И к тому же у танка есть разнесённое броня в башне. Но по факту она особо его не спасает. Итого, у нас остаётся всего три премтанка. Это советский Т-55АМ, японский Type 74G и израильский Шоткаль. Type 74 больше подходит по геймплею к Леопарду. У японского танка самый пробивной лом среди пушек Л-7. А динамика примерно такая же, как у немецкого према. Из особенностей, это гидравлическая подвеска. Мы способны изменить клиренс, тем самым увеличив ПВНы. Но если честно, я использовал эту функцию редко. Что насчёт брони, то она спасает разве что от каморников. И то, если противник попался очень косой. Т-55АМ выделяется расширенной номенклатурой боеприпасов. Тур, каморник, лом, всё это наши основные боеприпасы. Да, пушка калибра 100 мм уже не так подходит под задачи таких танков. Однако, воевать можно. Другое, как именно. Потому что динамика Т-55 оставляет желать лучшего. А броня не особо-то и спасает. Единственный плюс, это боевой рейтинг 8.3. Это один из самых низких БРов среди представленных прем танков 6 ранга. Он делит одну позицию с израильским танком Шоткаль. Который тоже не выделяется по своим характеристикам. Это очередная попытка сделать из Центуриона конкурентоспособное ОБТ. Для этого израильтяне повесили динамическую защиту Блейзер, дали ломик и понаставили кучу дымовых гранатометов. Но, к сожалению, в игре без тепловизора и с неудобной прицельной сеткой, которая работает без приближения, стрелять на дальней дистанции нелегко. Да и по динамике танк будет очень медленным. Подведем итоги. Если вы хотите самый сбалансированный прем, то ваш выбор это Леопард СРХ-120 или Тайп-74. Если быстрый и опасный, то ХМ-1. Чуть покомфортнее из динамичных танков будет французский АМХ-30 Супер и итальянский ОФ-40. Но тут нужно правильно расставлять приоритеты. Взрывоопасная башня или наличие тепловизора. А вот что не рекомендую покупать, так это шведский прем, потому что у него есть разрушение корпуса. То есть вы будете выходить в ангар от любой прилетевшей ракеты или снаряда. Конечно, танк имеет хороший тепловизор, динамику, но уязвимость по броне отбивается, какое желание выходить на нем в бой. Британский Ройкет тоже не самый лучший выбор. Колесная техника может не раскрыть свой потенциал из-за грунтов и уязвимости брони. Выбирая среди медленных танков, то фаворита тут вы не найдете. Китайский Т-69, советский Т-55 АМ и израильский Шаткаль по-своему уникальны. Выделить тут, наверное, стоит только Т-69. И то за счет хорошего лома и неплохой брони. Но опять-таки, боевой рейтинг у него уже 8,7, что загидывает нас в более высокоранговую машину. Надеюсь, я вам помог разобраться с премами, и вы сделаете свой правильный выбор. Только помните, что все может поменяться. Как пример, каждый год изменяются боевые рейтинги и пополняется парк техники. Поэтому, что раньше считалось имбой, может перейти разряд средней техники. Так что, следите за новостями. В любом случае, благодарю вас за просмотр. Не забываем оценивать видео и делиться своим мнением в комментариях. В описании вы найдете 3% скидку на покупки голды и премов, а также ряд обучающих видео по авиации. Ну а я вам, как и обычно, желаю легких фрагов и чистого неба над головой.